привет автолюбители и пользователь сайта drum.ru в одном из прошлых видео я вам рассказал про штрафы в японии какие штрафы какая система нарушений в японии сегодня решила поподробно рассказать про систему парковок как обстоят дела с парковками какие штрафы где можно оставлять машины а где не стоит так как это будет очень вам дорого стоит для японии для маленькой страны с очень большим населением вопрос парковок очень важен если брать весь токио то население составляет около 28 миллионов и многие из них владеет автомобилями поэтому до 2005 2006 года в токио практически на всех дорогах по обочинам стояли машины это мешало движению транспорта создавала помехи для таксистов для общественного транспорта одну и для обычных жителей также правительство японии решила проблему с неправильной парковкой они сделали очень просто приняли очень жесткие законы и сделали очень дорогие штрафы сейчас если вы в токио оставите машину в неположенном месте то вы получите штраф в размере от 15 до 25 тысяч е несмотря на то что япония очень высокоразвитая страна выписыванием штрафов занимаются обычные люди доверить это камерам или определенным компьютером они не могут так как прежде чем выписать штраф полицейские должны убедиться что в машине никого нет машина пустая и только в этом случае они начинают выписывать штраф весь процесс выписывания штрафа занимает около 20-25 минут если за это время водитель успевает вернуться до того как они распечатают бумажку со штрафом то штраф не получает водитель так что если водитель увидел что ему начинают выписывать штраф у него есть буквально 20 минут чтобы добежать до машины и стать рядом с ней независимо как долго стоит машина на обочине до тех пор пока водитель находится в машине вас не штрафуют за неправильную парковку в крайнем случае если вы мешаете движению автомобилей то проезжающие полицейские могут культурно вас попросить убрать машину с дороги с штрафами за неправильную парковку есть одна хитрость в прошлом в одном из прошлых видео я рассказывал про автомобильные права и про то что есть бальная система так вот за неправильную парковку помимо штрафа от 15 до 25 тысяч ен вы также получаете минус 2 балла справ всего на автомобильных правах 6 баллов после того как вам наклеили талон на лобовое стекло штрафом за неправильную парковку вы можете пойти в полицию и оплатить штраф но в этом случае у вас автомобильных прав снимут два поинта но если подождать две недели то домой вам придет счет на оплату с этим счетом вы можете оплатить в любом банке и тогда вы просто заплатите штраф никаких баллов с вас не снимут это связано с тем что автомобильном японии может водить кто угодно без доверенности поэтому если человек оплачивает в банке то кто именно нарушил полиция не может узнать раньше люди оставляли свои машины на обочинах не за то что не хватает парковок а из-за экономии или обычной человеческой лени им было просто лень ходить до парковки обратно поэтому в токио проблем с количеством парковочных мест нет парковок очень много сейчас я нахожусь в центре города ну и покажу на примере пару парковок сколько стоит парковки и как они выглядят примеру здесь находится сразу три парковки одна из них очень маленькая три парковочных места цены на нее немного дешевле чем на соседней здесь парковка 20 минут стоит 300 йен соседних двух больших 15 минут стоит 500 йен это практически два раза дороже помимо обычных наземных парковок в токио также очень много больших автоматических многоэтажных парковок но для тех кто хочет сэкономить государство предоставляет обычные монетные парковки на дорогах на таких парковках один час парковки стоит 300 йен намного дешевле чем на соседних частных парковках но здесь можно стоять максимум час через час вы должны вернуться и отъехать иначе вас оштрафует но вы можете немного отъехать дождаться как сброситься счетчик и заново поставить машину и тянуть 300 йен вот так выглядят обычной парковки вдоль дорог стоят автоматы после того как вы поставили машину сразу начинается отсчет как только счетчик достигнет 60 минут а именно часа то сбоку на аппарате загорится красная лампочка которая дает знать полицейским что человек стоит больше часа и его можно спокойно штрафовать на первый взгляд может показаться что парковки очень дорогие но соотнося их с доходами жителей токио и с количеством людей цены адекватные на строгие законы и высокие штрафы позволили токи избавиться от проблемы с неправильной парковкой сегодня рассказал про парковки в токио и что бывает за неправильную парковку на дороге ну а на сегодня все с вами увидимся в следующем видео всем пока